Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антон Хорин, я музыкальный мастер. Сегодня несколько странное видео. Как вы знаете, я полирую свои инструменты, используя старинные методы. Те методы, которыми полировали скрипки и музыкальные инструменты мастера в восемнадцатом веке, в девятнадцатом и прочее. Но время берет свое и я тоже пытаюсь не отставать и применяю современные методы, подыскиваю материалы и так далее и так далее. И я столкнулся с тем, что современные лаковые покрытия нужно располировать. И посмотрев обзор полировальных, специальных полировальных машин, понял, что полировальные машины стоят очень дорого. И пока я не могу себе позволить. И поэтому, как всегда, моя тема во всех видео это использование подручных инструментов, материалов, более дешевых, более простых. Я всех учу не тратить свои денежки, а их экономить. В том числе и вот в вопросе полирования лака на вашем музыкальном инструменте или на изделии из мебели, там и так далее, и так далее. То есть в чем задача хорошей полировальной машины? Задача хорошей полировальной машины, чтобы она была довольно мощная и не глохла при прикосновении полировального круга поверхности. И вторая задача, чтобы количество оборотов было малым. У хорошей полировальной машины количество оборотов 800. Не надо, ну полторы тысячи максимум. И для этого нужны определенные устройства, как бы прочее, прочее. Поэтому полировальные машины такие дорогие. Изучив рынок предлагаемых изделий, и я натолкнулся на болгарки с регулируемыми оборотами. И тут я задумался. Поискав, поискав, мной была найдена дешевейшая болгарка. Борт BWS905R. Дешевейшая болгарка. Сейчас уже не помню, что-то порядка тысячи, полутора тысяч рублей всего лишь. Вот. 900 ватт, пожалуйста, мощность. И регулировка отборотов от нуля до 11 тысяч. 11 тысяч это жуть, это нам не нужно. Но самое главное, вот это значение, 0. Вот это мне очень понравилось. Я решил рискнуть. Вот она перед вами. Для того, чтобы болгарку преобразовать в полировальную машину, вам нужно купить к ней вот такую вот тарелку с липким слоем. Вот. Тарелку. Опять же, все дешевейшее из соседних хвостоваров. Тарелка полировальная на болгарку. Вот она, болгарка. Вот она тарелка. Тарелка сюда прекрасна. Тарелка имеет липкий эту липучку на себя, на которую прилегаются все полировальные, вот она липучка, все полировальные примочки. Опять же, дешевейший полировальный круг на липучке из ближайшего гипермаркета. И полировальный дешевейший мех из того же Максидома. Все. Все при мудрости. Ну и ручка, чтобы держать удобнее. Все-таки мощновато. Машина довольно мощная. И опробовал я ее на своих автомобильных пастах, которые используют ремовские. Система эта, которую я уже показывал. Вот она крутится. Вот здесь находится регулятор. Вот при этой, вот при цыберке, между тремя и четырьмя я полировал. Я рукой даже, видите, вполне достаточно. Вполне достаточно для полирования. Ниже можно вообще ее остановить. Но ниже, ниже она уже будет... Но если вам нужно что-то совсем нежное, то можно и на таком. Прекрасно крутить. Прекрасно. То есть троечка между тремя и четырьмя. Где-то я в рабочем режиме делал. Вот. Я полировал полиуретановый лак. Ее. Получилось великолепно. Поверьте мне, сейчас показывать изделие не буду. По-моему, уже что-то ушло. Это не главное. Главное мне сейчас рассказать про болгарку BWS905R. Причем 5 лет гарантии. Довольно тяжелая, довольно серьезная, хорошая. Для полирования великолепно подходит. И опять же, главная моя тема. Вы экономите кучу денег. Она выполняет свои функции прекрасно. Она маленькая, она комфортная, она удобная. И ее не жалко. Если она вдруг сломается или еще что-то, вы пойдете купить и такую же. И ваш бюджет будет сэкономить. Надеюсь, это видео вам понравилось и будет очень полезно. Подписывайтесь на мой канал. Увидите много интересного. Был рад. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.